Первый снег в этом году пришел раньше запланированного. Он выпал в конце ноября, вызвав у одних удивление и радость, у других стал поводом очередных хлопот и беспокойств. Ведь не все водители ожидали такой быстрой смены погоды, а потому и переобуть свой автомобиль в зимнюю резину никто не спешил. Отчего и соответствующие последствия. Только за 1 декабря на территории Брестка области было зарегистрировано 40 мелких дорожно-транспортных происшествий. Так как началась календарная зима, то с 1 декабря каждый автолюбитель должен был переобуть свое транспортное средство с летних покрышек на зимние. Акцент сегодняшней акции будет сделан на водителях-перевозчиках, так как от технического состояния их транспортных средств зависит жизнь и здоровье десятков граждан. Чтобы привлечь внимание водителей, еще раз напомнить, что условия эксплуатации автомобиля с приходом зимы изменились, сотрудники ГАИ совместно с представителями транспортной и налоговой инспекции, а также с сотрудниками Белтехосмотра провели республиканскую акцию «Зимние шины. Безопасность для машины». В ее рамках специалисты проверяли наличие соответствующей резины на колесах автомобилей брестских водителей-перевозчиков. Почему именно у них, спросите вы, все просто, ведь от их ответственности зависит не одна жизнь. Кроме того, на их счету уже имеется немало нарушений. В текущем году в результате контроля налоговыми органами выявлено 147 фактов нарушений в деятельности такси. Это нарушение порядка приема денежных средств, использование таксометров, платежных терминалов, привлечение перевозчиком к работе водителей такси, ненадлежащие оформленные трудовые отношения. За время профилактического рейда было остановлено немало машин. И стоит отметить, что из соображений безопасности практически все переобули автомобили. Среди ответственных водителей Дмитрий Чернышевич, водительский стаж у мужчины 25 лет. За это время он хорошо усвоил. Холода пришли, переходим на зимнюю резину. Машина постоянно обслуживается, аккумуляторы, резина, все меняется, потому что это движение безопасности. Это не то, что даже наши, а пешеходы. Я же не один участник движения, их хватает, поэтому каждый должен делать все возможное. Езда на летней резине в гололед больше похожа на игру в русскую рулетку с наполовину заполненным барабаном-револьвером. Шансы не попасть в аварию примерно 50 на 50. Чаще прогнозы не столь утешительны. Поэтому не стоит оттягивать момент перехода с летних шин на зимние. С 1 декабря, с началом зимы, изменились условия как прохождения государственного технического осмотра, так и правила эксплуатации транспортных средств. С 1 декабря необходимо на транспортных средствах, легковых, грузопассажирских, на всех транспортных средствах в массе до 3,5 тонн использовать зимнюю резину. Она имеет соответствующее обозначение и маркировку. Это гора с тремя пиками, со снежинкой, или маркировка МС, такого рода, или всесезонная резина и лицензия. А вот кто не успеет приобуть свой автомобиль или просто проигнорирует данное требование, рискует попасть на штраф до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин. Потому приберегите свои деньги и позаботьтесь не только о своей безопасности на дорогах.